Дмитрий Серебряков. Система. 8 уровень. Книга 3. Глава 1. Книга 3. Глава 1. Книга 3. Глава 1. Книга 3. Глава 1. Так что я и Хосе остались в доме, и пока остальные трудились, мы решили подвести итоги размышлений графа. Книга 3. Глава 1. Книга 3. Глава 1. Книга 3. Глава 1. 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 Глава или их остатки за все прошедшие сотни тысяч лет руководства Бога? Исчезли бесследно? Опять неверно. До сих пор существуют остатки зданий и подземных убежищ, у которых возраст больше 50 тысяч лет. И там была явно очень развитая технически цивилизация. Куда она делась? Такое впечатление, что ее просто стерли с планеты. Но оставим пока эти загадки, ибо нет никаких предположений, что с ними случилось. Вопрос в другом. Откуда после трагедии, что уничтожило всех жителей и их города, появились альвы, орки, гномы и люди? Допустим, остались единицы выживших, что в итоге возродили свои народы. Но в этом случае должны быть записи тех времен. Они же не могли стать резко глупыми и разучиться писать. Но записей нет. А если предположить, что выжившим стерли память? Высказал я свое старое предположение. Магии разума, например, вполне такое допустимо. Тут дело в мощности и количестве выживших, ну и тех, кто это будет делать. Не буду задавать логичный вопрос, зачем. А только обращу внимание на то, что этот вариант имеет место быть. Более того, он дает ответ на вопрос, почему не использовали уцелевшее убежище. Задумавшись, ответил граф, после чего весело хмыкнув, продолжил. И я даже догадываюсь, зачем. Если мир уничтожили не пришельцы, а сами хранители богов, то логично предположить такой вариант развития событий. Но все пока что догадки. Вернемся к фактам. Так вот, почему не может быть такого, что все расы тут побывали? Основываясь на факте того, что последними тут были темные альвы, примерно как раз таки 50 тысяч лет назад, возникает вопрос, как нашли эту планету остальные расы? Просто если бы об этой системе знали гномы и орки, то знали бы и темные. Но если знали, то почему ждали сотни тысяч лет? Мне почему-то кажется, что тут не было никаких нападений орков и гномов, как и не было оставшихся светлых альвов после их атаки 600 тысяч лет назад. Я думаю, что ваш напарник прав, и тут муляж базы уничтожили светлые по договоренности со служителями бога эсками, а за это они обменялись технологиями. Скорее всего, эсков интересовали гены альвов и других рас, которые им и выдали светлые. А уже темные появились на планете лишь 50 тысяч лет назад, после своего нападения. Именно с помощью этих технологий была заселена планета. Еще одним доводом в пользу этой версии служит тот факт, что после уничтожения базы посланники богини все еще появлялись многие годы. И только после забытого конфликта между вами и слугами бога эсками, примерно около 20 тысяч лет назад, посланники богини пропали. Причем нам до сих пор неизвестны ни причины столь резкого конфликта, ни почему вы исчезли. Более того, я так и не смог обнаружить ни единого факта боевых столкновений между посланниками. Складывается впечатление, что богиня просто по каким-то причинам вдруг резко отозвала всех своих. Но я не исключаю вариант того, что все это могло быть из-за причин более высокого уровня. В любом случае, наличие ваших посланников тут полностью исключает вариант полного уничтожения в те давние времена. Ммм, допустим, вы с Кимом правы и так и есть, с сомнением в голосе произнес я. Но что им мешало договориться без уничтожения базы? «Не знаю», — пожал плечами граф, откинувшись назад на спинку дивана. «Очередная загадка или, скорее, какой-то план богов. Я даже не уверен в том, что именно темные напали на планету 50 тысяч лет назад». «Почему?» — удивился я. «Много мелких фактов и крупных несостыковок говорят именно об этом», — уклончиво ответил граф. «Напомнил я ему данные, что Киму сообщили Эски. Возможно, но даже в этот вариант я верю с трудом. Мне кажется, что никто из них не нападал», — задумчиво ответил граф. «Вообще, эта информация от Эсков весьма расплывчата. Все факты больше указывают на атаку демонов, а не пришельцев. У вас, по-моему, получается подстраивать факты под свою теорию, а не наоборот», — возразил я. «Мне кажется, все намного проще. Были-таки атаки пришельцев, их уничтожили, выжившим стерли память, и все». «Как у вас все просто», — хмыкнул граф. «Но мои наблюдения говорят об обратном. По-моему, это сейчас не столь важно». «Возможно», — задумался граф. «Но все равно стоит помнить этот факт. Теперь пойдем дальше. Светлые альвы в курсе не только ваших возможностей, но и возможностей хранителей. Но при этом опять появились сюда. И это нас подводит к основной теме «Зачем они сюда пришли?» «Значит, тут есть что-то очень ценное для них. Что-то, что можно отсюда забрать. И то, что им не хотят отдавать боги. Но при этом они уверены, что у них есть шанс». «Логично», — ехидно произнес я. «Но это как-то поможет нам понять, что именно?» «Да», — уверенно ответил граф. «Мы как минимум можем исключить множество вариантов, и тогда станет ясна истинная цель. Тут важно понять, что никто из разумных им не интересен. Им нужно что-то физическое, и при этом такой предмет не находится под контролем богов. Будь это не так, и я уверен, вам бы просто поставили задачу охранять конкретную цель. Но если даже боги не знают, какая цель у светлых, то это нечто, что создали не вы». При этих словах глаза графа возбужденно засветились, и он даже встал с места, чтобы пройтись по комнате. «То есть это уже создано тут на планете, или же, возможно, сюда это поместили, и теперь хотят забрать?» «Ммм, и что может быть настолько ценное, ради чего можно пойти на войну с богами?» Задумчиво хмыкнув, спросил я. «Я могу только предполагать, но что-то мне подсказывает, что это очень близко к разгадке», — возбужденно произнес граф. «А если существует некое устройство, что сможет поглотить магическую силу лучше, чем разумные? Ведь темные тут уже тысячу лет. Если часть из них является подконтрольной светлым, и, выполняя их задачу, они разместили этот сборщик тысячу лет назад, и все это время он собирал энергию, а сейчас светлые просто ждут, когда все силы будут отвлечены на угрозу темных, и они спокойно смогут забрать этот сборщик». Кажется, кто-то посчитал, что слова графа очень похожи на правду. По-другому я не могу объяснить напись, что появилось у меня перед глазами. «Получено дополнительное задание. Найдите устройство светлых альвов, после чего уничтожьте его. После выполнения задания вам будет повышен уровень доступа к общей базе знаний до второго уровня». Вот и система проснулась. Давненько ее не было слышно. Что ж-то получается? После активации той базы восстановилась связь? А где тогда мои плюшки? Бонус за восстановление пункта связи получен. Вам доступно сохранение памяти при любом исходе миссии. Да, спорный такой бонус, но и на том спасибо. Вот только то, что я не могу это сообщить графу, немного удивляло. Ладно, пусть будет так. Вслух же я сказал другое. «Скорее всего, так оно и есть, но что это нам дает?» Пожав плечами, спросил я. «Многое, молодой человек, очень многое!» Возбужденно произнес граф. «Если учитывать тот факт, что светлые должны были его сюда доставить тайно, то значит основное командование или часть его ничего об этом не знает. То есть, скорее всего, этот объект с устройством охраняют местные. Учитывая, что именно находится под контролем пришельцев, а конкретно ордена храмовников, то и охраняют его тоже они. Значит, нужно копать в эту сторону. Чувствую, этот верховный сырье точно должен быть в курсе. То есть все упирается в него? Скорее всего. Но это еще не все», – оживленно продолжил граф. «Если эски доверяют только одному посланнику, а именно Веронике, то возникает законное предположение, что светлым каким-то образом удалось взять под свой контроль кого-то из местных посланников Бога, причем того, что находится тут всю эту тысячу лет. Самое смешное, но, судя из информации, предоставленной Вероникой, таких посланников тут аж целых восемь, и все они свободных, причем один из них – это командир базы. «То есть именно поэтому вы не верите в информацию от него?» – уточнил я. «Да, мне кажется, он уже давно работает на светлых», – согласно кивнул граф. «Но в чем смысл? Он же все равно потом попадет к Богу», – не согласился я. «Да и как они вообще столько прожили?» «С учетом того, что вы практически бессмертны, то ничего сложного», – хмыкнул граф. «А на вопрос «почему?» – ответ тоже прост. «Он сейчас до сих пор жив и, более того, будет жить и дальше, но уже у светлых альвов на их планете. А разве не повод?» «Если честно, то нет», – поморщился я. «Я не могу всего сказать, но что бы ни предложили альвы, все это мелочи перед тем, что дают боги». «Тогда другой вариант. Он находится под контролем», – пожал плечами граф. «Это тоже маловероятно», – ответил я уверенно. «Если бы так и было, он все равно не смог бы выдать секреты». «Светлые альвы живут очень давно», – не согласился граф. «Уверен, они могли найти способ воздействия на посланников». «Но зачем тогда он создает втайне крупные силы сопротивления на планете?» – возразил я. «Вы так и не поняли», – удивился граф. «Им нужна тут серьезная и крупная война, иначе их план не получится». «Не знаю, как-то все это мне кажется маловероятным. Хоть Ким и согласен с вашими выводами», – уклончиво произнес я. «Даже если вы оба правы, то как мы проверим?» «Никак», – легко согласился граф. «Более того, уверен, что и не нужно. Наша задача – найти устройство светлых, а не выяснять отношения с эсками. Они все равно будут действовать на нашей стороне, как бы странно это ни звучало. То есть воевать против темных». Я в этот момент, пораженный гениальной идеей, замер на месте. И только после того, как полностью ее обдумал, произнес вслух. «А что, если нам выйти на контакт с темными?» «С тем отрядом с возможностями демонов». «Зачем?» – удивился граф, но тут же догадался. «Вы гений! Это же элементарно!» «Сообщить о светлых и тем самым заключить перемирие, а после вместе напасть на светлых. Заодно это выведет на чистую воду всех предателей». Я аж загордился после его слов, но вот следующая его фраза опустила меня на землю. «Вот только вы думаете, армада светлых просто так там и стоит?» Ехидно спросил граф. «Они потому и собрали такую силу, что тоже подумали о таком простом варианте». «Да, но флот эсков не подконтролен светлым, и вместе с темными есть шанс отбиться», попытался я защитить свою теорию. «На крайний случай, конечно, пойдет», – хмуро согласился граф. «Но лучше этого не допустить. Боюсь, в случае нападения светлых от жителей планеты мало что останется, даже при поддержке двух флотов. Суть тут в том, что темным нужен захват, а не уничтожение. А вот светлым все равно. Понимаете разницу?» «Да», – вздохнув, ответил я. «Но этот вариант нельзя исключать», – задумавшись, произнес граф. «Возможно, он станет нашим последним аргументом. Если не сможем обнаружить устройство альвов». Все-таки граф в деле анализа – гений. Я бы точно не додумался до такого варианта, который полностью подходит под все временные несостыковки, делая их логичными. Подтверждение системы только окончательно поставило точку. Возможно, без системы я бы еще сомневался в выводах графа, но после сомнения пришлось отбросить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok